Добрый день! В преддверии наступающего Песоха Хотел сказать всем Хаг Кашер Весамех Счастливого, веселого и кошерного Песоха Как говорят, у многих бывает веселый Пурим и кошерный Песох Нужно, чтобы был кошерный Пурим и веселый Песох Ну, это на праве шутки Если серьезно, меня сегодня посетила такая интересная, на мой взгляд, мысль Мы с сыном решили в этом году принять Песох раньше И Баруха Шем это у нас получилось В основном мы подготовились к Песоху раньше То есть не сегодня начали уже пасхальную посуду, выставили А это сделали еще в понедельник Ну и вроде бы, казалось бы, мы должны быть полностью спокойны Но вот это состояние на самом деле жизни в двух измерениях У тебя с одной стороны на кухне уже кошерная посуда на Песох А нужно же еще есть где-то хлеб И поэтому хлеб едят Ну, нужно же людям дать что-то позавтракать Хлеб едят на балконе И получается такие две системы параллельные существуют То есть как бы это хлебное, а это пасхальное Это достаточно сложно То есть остаются какие-то места, где это должно не стыковаться А это может состыковаться Может пересечься Здесь хамец Дети взяли один ножик из хамца Перенесли его в Песох Можно, нельзя, как, что Взяли там Например, ленту из Песоха Перенесли в хамец Теперь можно ли этой лентой заклеивать То, что для Песоха В общем, много разных мелких каких-то Вроде бы, на первый взгляд, деталей Которые могут показаться несуществительными Но мы сейчас не об этом Мы о другом Я вдруг подумал, что как бы Сам факт перехода, да Когда вот ты уже в Песохе И у тебя только маца Это факт Достаточно Уже привыкаешь Живешь эту неделю нормально Ну, в течение всего года Мы живем с хамцом, с хлебом И это основа нашего питания Тоже нормально Что вот сложного Вот в этой вот двойственности И что сложного в этом сам факте перехода Вот это вот Перейти из состояния полностью Из состояния хамца В состояние пасхальной посуды В состояние мацы И вот что мне показалось Для меня Сам факт того, что ты меняешь привычки Вот что человек должен сделать Человек должен полностью изменить свой образ жизни То есть если раньше Обычно ты берешь И у тебя удобно Лежит хлеб Все Намазки к нему, да И холодильник Все удобно То сейчас у тебя все как бы Ну, кверх тормашками, грубо говоря Да Все не как обычно Все не как нормально То есть весь Стандартный, спокойный, удобный быт Его как бы Ну, в какой-то степени Нет Его Он становится намного более усложненным И мы на самом деле ужасно завязаны На наш вот этот быт То есть мы привыкли к тому, что нам все удобно Вот это вот Изменить, да Ты должен понять Оторваться от этой своей вот Привязанности к своему Бытовому комфорту Это одна из вещей Которая Показывает избавление Что значит избавление То есть нужно выйти из того, что нас сковывает Нас иногда действительно сковывает наша Привязка К нашей даже удобной, хорошей, нужной нам материальности И вот выйти из состояния Сам факт перехода Что ты создаешь себе другую, новую реальность В которой ты не завязан на то То, к чему ты привык в течение года Это может быть часть возможности избавления Показать самому себе Прежде всего самому себе Что ты можешь поменять свои привычки Можешь измениться Это такая как бы идея избавления Тем самым можно избавиться От каких-то своих дурных качеств Выйти из Египта Своего какого-то своего личного Своих пристрастий Это Всевышний нам показывает Возьмите вещь, которая ближе всего вам Хлеб И неделю не живите с ним Мало того, что не живите Не имейте его во владения Что это значит? Полностью измените свою реальность И одно из объяснений Что семь дней За семь дней Все творение происходит заново Цикл творения Всевышний создает Семь дней Поэтому по Торе Семь дней кушать нужно мацу Как бы сотворить себя заново С помощью мацы Маца это хлеб истины Хлеб лечения Написано в книге Зоор То есть нужно себя вылечить Книга Зоор Нужно создать себе новую реальность Маца это только хлеб и вода Никаких дрожжей Никакого разбухания Только то, что ты на самом деле Создать себя Вылечить себя Создать себя новой реальностью То, чем ты на самом деле являешься И вырваться из всех привычек Которые у нас есть Это идея избавления Песха Всем желаю Песах кашервисамех И выйти каждому из своего собственного Египта Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!